Тренд сегодняшнего дня – безотходное производство. Особенно это актуально в моде. Мы видим это на показах, в магазинах, одежда в стиле петчворк и аксессуары, кстати, в стиле петчворк. И в этом видео я хочу предложить вам шить из обрезков тканей, которые точно есть в вашем доме. Всем привет! Меня зовут Валентина Букеева. Я основатель онлайн-школы шитья и современного квилтинга. И чтобы не выбрасывать обрезки тканей и создавать из них шедевры, смотрите это видео до конца. Вот у меня остатки ткани, которые остались от недавнего изделия. Кстати, это джинсы. Это уже потрепанные джинсы. Я из них шью красивые кошелечки, сумочки, ремешки. И у меня остались вот такие кусочки. Я их выкроила, причем они все разного абсолютно размера. Здесь получилось так, что серединка у меня я выкроила 5 сантиметров, джинсовые заготовочки 7 сантиметров. И вы можете просто сшить вот таким вот образом. Потом сшить сюда молнию и создать такую маленькую сумочку или косметичку. А видео, как вшивать молнию и подкладик, есть уже на канале. Переходите по ссылочке, посмотрите. Я хочу показать вам еще один классный способ, когда вы пришиваете эти кусочки ткани прямо сразу к наполнителю. Таким образом, ваша сумочка, косметичка, коврик, может быть какая-то одежда, все, что вы хотите создать, уже сразу обретает не только этот эффект пейджворка. Вы еще сразу соединяете с наполнителем, она становится мягенькая, держит форму и, конечно, та же самая косметичка будет уже более пухлой. Как это делать, я сейчас покажу. В качестве наполнителя используйте любой наполнитель, который есть у вас дома. Это, кстати, может быть синтетический фетр, вот такой иглопробивной наполнитель. Что мы делаем дальше? У вас остались остатки и вам нужно их раскроить. Либо ровными полосочками, да, либо, может быть, есть еще такой креди петчер, когда вы неровными кусочками пришиваете. Я люблю ровность, я люблю геометрию. И вот у меня есть два кусочка по 7 сантиметров, один кусочек 5 сантиметров и вот кусочек кожи. Что я делаю? Я хочу, чтобы у меня вот этот кусочек кожи был посерединке. Я располагаю его посередине моего наполнителя, ровненько. Я беру кусочек джинсы, совмещаю срезы. Вы можете сколоть или можете не скалывать, как я. И прокладываете строчку. Обязательно сделайте закрепку в начале. Вот, и когда вы строчите, следите за тем, чтобы край лапки совмещался со срезами. И срезы совместите, таким образом у вас будет все очень ровно. В конце вы также делаете закрепку. Дальше отгибаете. Смотрите, можете сразу проутюжить, чтобы вам было удобно. Можете пришить вторую, третью, четвертую и потом проутюжить. Это не столь принципиально, но если работа очень большая, лучше утюжить каждый шок. Дальше то же самое вы делаете с этой стороны. Что вы делаете? Смотрите. Точно так же, так как у меня заготовочки ровные, да, то я совмещаю вот эти вот срезы. Я вот эти срезы совмещаю, чтобы у меня ровно было. Придерживаю ниточку и точно так же делая закрепку вначале, прокладываю крышку. Я делаю закрепку. Обратите внимание, как красиво. Я сейчас иду и проутюжу. Вот эти швы, они должны быть плоские и достаточно хорошо натянутые. Я отутюжила, разутюжила. Видите, у меня такая плоская заготовочка. И теперь, то есть если я не буду больше ничего пришивать, я обрезаю лишнее. Или в принципе можно сам наполнитель сразу сделать по размеру. Но не всегда можно это сразу рассчитать. Поэтому наполнитель берите всегда немножко побольше. И у меня вот есть вот такая вот заготовочка. И я ее пришлю сюда вот таким вот образом. Тоже совмещаю все срезы. Вот таким образом тоже разутюживайте. Обрезаете все лишнее. И представляете, у вас уже готовая, то есть 2 минуты всего мне потребовалось для этого. Готовая заготовочка для кошелечка. Можно для сумочки. В принципе для чего угодно. Вот у меня такая заготовочка для маленького кошелечка. И как я уже сказала, вы можете с другой стороны пришить. Сюда вшить молнию. Я уже, есть это видео на канале. Как вшить молнию в маленький кошелечек. После того, как вы обрезали все, вы можете украсить свою заготовочку декоративными строчками. У меня декоративная строчка и тройной стежок. Смотрите, как красиво. То есть я отступила от края. Обратите внимание, какая красивая строчка. То же самое делаете с другой стороны. И у вас, представляете, 5 минут и готовая заготовка с минимумом вложений. То есть вы использовали оттатки тканей, которые есть в вашем доме. Украсили декоративными строчками. Взяли наполнитель, который тоже есть у вас дома, скорее всего. Фетр. В общем, у нас у всех есть эти кусочки наполнителя. Молнию. Как шить молнию и подкладик. Я уже показала в видео, которое есть на канале. Друзья мои, и чем вы дизайнер высокой моды. Шикарно. И всем при этом для этого не нужен никакой навык. Ну что ж, друзья, я думаю, что вы убедились, что создавать подобные вещи, это действительно просто, легко. Причем абсолютно не нужно никаких материалов. Они у вас уже есть дома. Из кусочков ткани, из кусочки наполнителей. Я хочу сказать, что создавать наши шедевры, это так же просто, как я вам только что показала шить сготовку для косметички. Поэтому присоединяйтесь к нам. Я гарантирую вам, что все, что вы захотите шить, у вас обязательно получится. Друзья мои, поделитесь в комментариях, а что бы вы шили из обрезков тканей. Какое бы изделия создали из тех кусочков, которые есть у вас дома. Также хочу отметить, что безотходное производство – это восходящий тренд нынешнего времени. И это делается не из-за экономии, а скорее наоборот, сберегая природу и наши ресурсы. Поэтому используйте обрезки тканей, используйте ткани старых рубашек, платьев, шейте из них. И с вами была я, Валентина Букеева. И если это видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok